Итак, мы с вами изучаем сегодня чувство собственного достоинства. Мы говорим о том, что есть чувство собственного достоинства в благости, в страсти, в невежестве. Оно бывает у всех людей, помимо этого, еще внизу, вверху, по бокам. Что значит по бокам? Это значит, что есть женская половина тела, а есть мужская. Вот когда у мужчины вправо уходит чувство собственного достоинства, он начинает вести себя очень грубо, жестко, бесцеремонно и жестит, короче. Но для мужчины это естественно иногда жестить. Поэтому если у мужчины чувство собственного достоинства уходит вправо, ничего плохого нет в этом сильно. Понимаете, это не травматично для его психики. Но если мужчина начал плакать, чувство собственного достоинства уходит в левое, женская половина тела, левая половина у всех, у мужчин, у женщин. Левая сторона тела означает нежность, ласка, внимание. Также женские недостатки означают слезы, плач, обида. Если мужчина обиделся, начал плакать, то это уже плохо для него. Это значит, что он потом долго будет восстанавливаться. Если женщина начала орать, злиться там, ненавидеть, драться, это для нее плохо для женщины. Она потом долго будет восстанавливаться. Это не так плохо, как чувство собственного достоинства уходит назад в депрессняк. Это еще хуже, потому что это вызывает годы для того, чтобы восстанавливаться. Годы нужны. Это называется стрессовое состояние. То есть человек перестал верить, что он может жить нормально. И у того, что он перестал жить нормально, есть одна очень глубокая причина. Это неправильная вера. Всегда. Чаще всего такое состояние возникает, когда человек почувствовал сильную любовь, но именно к человеку, а не к Богу. Понимаете? Потому что любовь к Богу, она освобождает человека от всех страданий. И чувство собственного достоинства становится сильным, проникновенным и счастливым. Любовь к Богу так делает. Но если человек такую любовь сильную почувствовал к человеку, он потом годы будет вспоминать это, его жизни. Они в настоящем времени закончены. Он живет в прошлом фактически. Он ищет эту любовь все время. Понимаете? И может с этим прожить всю жизнь. И таким образом он проживет свою жизнь напрасно. Потому что ту любовь, которую человек испытал к человеку, это все равно энергия Бога. То есть это Бог человеку дает, женщине дает, то есть у человека есть божественное, есть человеческое. Это Бог женщину разукрашивает для того, чтобы ее выдать замуж. Она и так как бы наделена им чистотой, добротой, нежностью, ласком, лаской, заботливостью. Это женские качества, естественно. Бог наделяет женщину этим. Но вот если, допустим, тебе по судьбе эта девушка положена, то ты видишь в ней это все. Бог открывает тебе вот это видение, ее божественное качество. И если, допустим, и ему положено вот это, то тогда открывается, если это настоящая любовь, взаимная, да? Тогда и ему открывается и ее божественное качество, и ей его божественное качество. Получается, они оба видят это. Понимаете?